Да, все верно, в эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин, на часах 13.05, и к этой минуте мы в студии вместе с Валерием Юнгблюдом, ректором Вятского государственного гуманитарного университета Валерием Теодоровичем. Добрый день. Добрый день. В начале всегда передачи я напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте эхокирова.ру, это сайт нашей радиостанции, есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, если у вас есть желание задать вопрос гостю, вы можете воспользоваться такой возможностью. Возможность есть на сайте эхокирова.ру. Вы знаете, хочу начать с события, которое ожидается сегодня. По-моему, это еще не случилось. В общем, сегодня правительство Российской Федерации должно опубликовать список турецких продуктов, которые подпадают под запрет в нашей стране. Как известно, президент Путин уже озвучил некоторые санкции в отношении Турции. С 1 января следующего года российским компаниям будет запрещено, в частности, принимать на работу турецких граждан. Но это не касается тех проектов совместных международных России и Турции, которые там продолжаются. Чтобы этому не мешать процессу, запрет распространяться не будет. Но хочу я все-таки откатиться назад, к событиям 24 ноября вернуться. То есть то, с чего началось обострение российско-турецких отношений, это гибель российского бомбардировщика, который якобы залетел на территорию Турции и находился там, публикует в СМИ эту информацию всего лишь 17 секунд. Вот ваша оценка этого события. Вы имеете в виду... Турецкие истребители, турецкие истребители, вернее, выпустили ракеты по нашему бомбардировщику. Что это значит для международной обстановки? Это значит резкое ухудшение международной обстановки. И у этого события вообще есть несколько планов. Давайте рассмотрим по поддруге. Да, собственно говоря, то, что происходит в Сирии, это одно. И турецкий демарш в данном случае связан ведь не только с сирийской ситуацией. Турция является членом НАТО. И сразу же в силу этого обстоятельства масштаб события существенно увеличивается. Если по Сирии. Полагаю, что независимо от того, 17 секунд или вообще не залетал наш самолет на территорию Турции, данная акция планировалась. И вопрос только в том, каков был уровень этого планирования. Одно дело, если командование ВВС принимало такое решение, или это президент, или президент посоветовался с коллегами по НАТО, или он посоветовался, что, собственно говоря, обязан был сделать... Президент Эрдоган, вы имеете в виду? Да, 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 президент Эрдоган. Что обязан был сделать, коль скоро самолет был американского производства, которое атаковал наш бомбардировщик с президентом Соединенных Штатов Америки. И последняя версия, она также, в общем-то, не лишена оснований. Для чего это сделано? По поводу Эрдогана уже много всего написали, и экономические интересы, и желание свою страну приподнять над общей ситуацией в Ближнем Востоке, и сделать лидером Ближневосточного мира. Полагаю, что один из возможных планов это накалить ситуацию в целом. Вот то, что произошло на границе Турции и Сирии, сейчас все более активно связывается с Украиной. Мы все знаем, что на территории Сирии действуют, по сути дела, две коалиции, что с точки зрения развития международных отношений не является нормой. И, во всяком случае, вот эту ситуацию нужно очень долго объяснять. И даже не все знатоки истории Ближнего Востока, в общем-то, не всегда могут понять, что на самом деле там происходит. Но удар, который Турция наносит, он, вне всякого сомнения, дестабилизирует ситуацию в регионе. Он не выгоден России, поскольку на границе с Россией появляется новый очаг напряженности. И он создает возможность для того, чтобы обострелись отношения уже между Россией и НАТО, что также существенно осложняет международную напряженность. Для чего это делается? Я думаю, что Турция выбрала тот самый момент, когда возможно было перехватить эти инициативы в международных отношениях после известных парижских событий. Мы знаем, что цепочка террористических актов и борьбы с терроризмом ответной имеет свою историю. Сначала с битвы начинаем российский самолет, совершенно верно, с огромным количеством жертв. И это событие так или иначе бросало определенную тень на руководство Российской Федерации в том смысле, что это ответные меры. Россия принимает участие в Турции и не может защитить своих граждан, возвращающихся у отдыха в Египте. И такой контекст был, и он присутствовал в международных комментариях. И тут сразу же парижские события, которые полностью переформатировали именно эти настроения. После того, что произошло в событиях, сразу же доминирующая тема стала звучать таким образом, что Россия борется с терроризмом. И уже лидер в борьбе с терроризмом. Вместе с Францией и с другими странами НАТО они должны это дело продолжать. И здесь удар Турции, ну это перехват инициативы в существенной степени. И на какой-то момент туркам это удалось сделать. Соединенные Штаты Америки, они в этой ситуации какие бонусы получают? Или однозначно говорится, баллах нельзя? На данный момент никаких пока. Потому что Эрдоган ассоциирует себя все-таки с исламской идеей. На территории Турции достаточно много. В настоящий момент базируются представители различных террористических групп. И вряд ли тот или иной европейский или американский руководитель рискнет себя напрямую ассоциировать с действиями Эрдогана. Но, повторяю, главная неприятная сторона ситуации для Российской Федерации здесь заключается в том, что недоброжелатели России вот сейчас как-то вот к этому конфликту подтягиваются. И есть потенциальная угроза, что вот турецкий очаг напряженности, возникнув прямо сейчас, будет связываться с Украиной. А это уже два очага непосредственно на российских границах. И это угроза. Так не комментирую. — Насколько, на Ваш взгляд, адекватна реакция президента Путина того же российской стороны? То есть и запрет на работу турецких граждан, и список стационных продуктов, видимо, появится, и отмена безвизового режима между Россией и Турцией. Насколько это адекватна? — Я абсолютно уверен, что абсолютно адекватна. И я полагаю, что если турецкая сторона будет вести себя так же, как сейчас, то перечисленный Вами список мер не будет полным. Что-то еще добавится. — Например? — По Вашему предположению. — Ну, я не знаю, можно расширять все далее список запрещенных продуктов к поставке в Россию. Можно ужесточить ситуацию на сирийско-турецкой границе, хотя и сейчас она уже является весьма непростой. Можно увеличить военное присутствие в Сирии. И это создаст дополнительные проблемы у турецкого лидера уже внутри страны. Мы должны понимать, что Турция страна многонациональная. Там проживает несколько миллионов курдов. Курды находятся в оппозиции к Ардагану. И можно, ну, по крайней мере, уже моральная поддержка этому движению существенно ослабит оппозиции турецкого руководителя. То есть здесь перечень мероприятий может быть весьма обширным. — Ну, давайте все-таки затронем эту тему до того, на чем реально может отразиться. Для каждого российского гражданина в Кирове, в том числе в кировских магазинах, продуктов и кистурсы предостаточно. То есть это и цитрусы, и овощи всевозможные, и помидоры, и оборцы турецкие. Когда полтора года почти назад вводились санкции в отношении западноевропейских стран и других стран, у нас власти уверяли, что ничего страшного, мы все сами сделаем. Программа импортозамещения будет работать, и вот сейчас еще Турция добавляется. Специалисты, экономисты нас уверяют, что объем Турции в импорте в России, он достаточно небольшой. Но вот все-таки, на ваш взгляд, почувствовать простой российский гражданин дефицит, подорожание. На первых порах, конечно, почувствует, но я думаю, дефицит. Что касается подорожания, то сразу вряд ли. Вот те 3%, которые фигурируют, это все-таки не тот уровень, который определяет порядок цен на российском рынке. Я думаю, что рынок среагирует как в сторону импортозамещения, но есть целый ряд товаров, где в нынешней ситуации заместить турецкие продукты будет не так-то просто. Ну, там, я знаю, клубника в декабре и так далее. У нас-то зима, может быть. Да, да, у нас зима. У нас есть большое количество других партнеров, и я думаю, что они на данную ситуацию среагируют весьма позитивно. Я имею в виду Китай, Индия и так далее. Ну, власть тут еще говорят о странах Средней Азии, Узбекистан, Аджигостан. Совершенно верно. Есть еще и постсоветское пространство, более ближнее, зарубежье. Вот этого, наверное, опасаться не стоит. Каким образом откликнутся меры на изменение ситуации с визовым режимом, да, разрыв, там, скажем, контрактов по строительству, сказать сложно. И простой ответ, наверное, здесь невозможен, ну, хотя бы потому, что Турция и Россия состояли в нескольких военных проектах, насколько мне известно. Не знаю, продолжаются они в данный момент или нет, но в любом случае такой уровень партнерства также имел место. И выход из этих соглашений, он всегда имеет определенные сложности. Слушайте, у вас как ректора ВИАД ГГУ не могу не спросить о научной связи с Турцией, о всевозможным линиям образования. Вообще студенты турки у нас есть? Нет. Мне неизвестна ситуация по другим вузам, но в нашем университете ни студентов, ни преподавателей нет, и мы не состоим ни в каких сетевых программах. Так что здесь развитие конфликта напрямую нас не коснется. Мы рассматривали такого рода перспективы, но, очевидно, сейчас придется отложить. В последнее время много, конечно, говорится и много таких подозрений на то, что угроза террористических актов, она зреет и зреет внутри нашей страны. Как вы оцениваете вот эту позицию о том, что, ну да, не исключено, что и у нас в России произойдет теракт? Исключить действительно нельзя. Нужно понимать, что на Ближнем Востоке идет, по сути дела, война. Не просто борьба с терроризмом, а идут масштабные боевые действия с участием авиации, с той стороны линии фронта, террористы, настоящие, которые имеют обширные международные связи. Они располагают весьма обширными ресурсами, денежными, агентурными и прочими. Поэтому на удар или на удары они будут отвечать ударами до тех пор, пока у них будет такая возможность. Я полагаю, что именно по этой причине Российская Федерация постоянно наращивает объем предложений по расширению сотрудничества, по борьбе с террористическими формированиями, по объединению усилий всех стран, участвующих в этой борьбе, независимо от того, какие у них есть противоречия на данный момент. А противоречия есть, но все-таки борьба с терроризмом это главное. Невозможно предугадать, куда ударят в следующий раз. Только что пример Парижа показал, что ударить могут в том направлении, которое считается одним из наиболее защищенных. Позвольте спрошу, у Вас как руководителя старейшего высшего учебного заведения в области предупреждали уже о том, что нужно усиление мер безопасности? Рекомендации уже какие-то? Все-таки несколько тысяч студентов, но тут не шутки. Что значит предупреждали? Руководитель любого крупного предприятия или учреждения, где работает или обучается большое количество людей, тем более молодежи, он обязан это делать. Существуют, так сказать, определенные нормы соблюдения безопасности, и вне всякого сомнения они соблюдаются. И для этого есть специальные работники, которые должны обеспечивать режим безопасности. Вы считаете, просто выселение произошло в этой системе соблюдения? Напрямую, если Вы имеете в виду какие-то особые вводные и так далее. Ну, я думаю, тут нет. Но есть понимание того, что ситуация требует повышенного внимания. Более пристального внимания. Да, более пристального внимания. Вот как раз на прошлой неделе появилась информация о том, что председатель комиссии общественной палаты России по социальной политике Владимир Слепак направил директору ФСБ Александру Бортникову обращение, в котором предложил помощь гражданского сектора в укреплении безопасности в стране, но, в частности, речь идет о включении в учебные программы школ средних, специальных и высших учебных заявлений программ по борьбе с терроризмом. Честно говоря, мне пока трудно представить, что это за программа в рамках ВУЗа по борьбе с терроризмом. Вам как представляется? На каком уровне следует уделять внимание? Вы знаете, предложение вообще не лишено оснований. И я сейчас думаю вот о чем. Террористические формирования черпают свои силы в первую очередь в пропаганде, в вербовке. Людей вообще, тем более молодых людей, в частности, необходимо обучать, необходимо вводить в курс дела. Как следует расценивать те или иные слоганы, как бы они привлекательными звучали, или определенные идеологические клише, которые транслируются на молодежную среду. Это, во-первых. А это работа. И мы понимаем, что те люди, которые этим занимаются, они занимаются профессионально. Кодируются сознания. По определенным схемам, подложенным. Каким образом противодействуют. Если люди не знают, что они являются объектами такой пропаганды, или их вовлекают в ту или иную сеть, то, следовательно, они не могут себя и повести не так, как полагается. Поэтому я считаю, что было бы совершенно не вредно, если бы именно такого рода работа проводилась. Как это необходимо делать? Есть курсы безопасности жизнедеятельности. Да, есть... Но в ракахузовской программе нет. Почему? Есть. Есть. Это целое направление образовательное. Пожалуйста, да. Есть, наверное, другие приемы и способы. И необходимо вот ту часть информации, которая должна быть доведена до гражданского населения в плане их просвещения в этом вопросе, интегрировать в образовательные программы. Вот в этом как раз нет ничего плохого. Другое дело, что проблема, которую вы сейчас затронули, она является комплексной. И нужно понимать, что есть образовательные программы, есть большое количество иных направлений деятельности и мер, которые также должны выполняться. Я имею в виду и работу следств массовой информации. Они должны все-таки давать объективную, проверенную информацию, ну, и так далее. Это большая комплексная проблема. Мне кажется, что если будет продолжена работа в этом отношении, то, видимо, придется собираться представителям некоторых, многих ведомств ответственных за безопасность, в том числе и принимать какие-то совместные решения о том, надо ли развивать именно эту тему. Возможно, это произойдет. Я имею в виду уделить внимание школьникам, студентам. Да, конечно. Как истеричать. Ну, вы знаете, есть достаточно большое количество примеров, когда граждане той или иной страны, длительное время, находясь под определенным давлением, с детства обучались именно тому, как противодействовать потенциальному противнику и так далее. Ну, пример Израиля, наиболее распространенный. И особого вреда от этого не было никогда. Другое дело, что здесь ни в коем случае нельзя идти по пути нагнетания. И распространение настроений, которые будут уже с другой стороны дестабилизировать. Здесь не надо перебарщивать. Потому что иначе у нас все выльется в компанию, которые либо чуть-чуть позвенев имеют отношение уходить без особых последствий, либо, наоборот, в настроение уныния, паники и так далее. Чего так же быть не должно. В связи с этими, в том числе, трагичными событиями, у нас серьезно проседает и просел уже туристический бизнес. По разным оценкам, по информации, на начало ноября, в тот же Египет по конец января 2016 года было продано порядка 150 тысяч туров российским гражданам. Огромные деньги фигурируют. Вот, не знаю, это шанс для России развивать свой внутренний туризм или все-таки подождать ситуацию, уляжаться? Вот такой панельный вопрос. Ведь люди хотят отдыхать по-прежнему. Те события, которые вы затронули, в первую очередь, они, конечно, наносят существенный ущерб туристическому бизнесу в Турции и в Египте. Это одни из основных статей дохода местных экономик. Совершенно верно. Если Ваш вопрос о том, готова ли Кировская область здесь встать на путь импортозамещения... Ну, да. По большому счету, об этом я и говорю. Именно в этом смысле, наверное, вряд ли. Потому что туризм в эти страны связан в первую очередь с желанием отдохнуть в теплом месте, зарядиться солнцем и так далее. Российские граждане даже не всегда отдавали себе отчет в том, что они планируют провести определенное время, будучи расслабленными, да, загорая там, купаясь, заряжаясь на следующую часть года. Есть такой мультик «Ешь, спей, ешь, пей, спей». Ну, как-то так, да. И при этом они находятся, в общем-то, в горящих точках, где вокруг них все находится в ситуации настолько нестабильной, что это уже само по себе создает угрозу. Ну, вот сейчас акценты расставлены. Как быть с Кировской областью? Конечно, туризм на территории Кировской области необходимо развивать. Конечно, это одно из тех направлений в развитии экономики и социальной среды в целом. Я уточню, ведь специалисты именно в вашем университете разрабатывали программу, вот эти семь туристических кластеров. В том числе. Да, но это, наверное, все-таки несколько иной туризм. Здесь нужно понимать, в каком направлении необходимо развивать туристические кластеры на территории Кировской области. Кировская область очень большая. И если мы спросим у жителей области, проживающих где-нибудь на севере, в Дерникамском районе, да, или в Лузском районе, что они знают о Кировской области, очень многие из них вряд ли что-то внятное смогут сказать об области как таковой, но зато неплохо ориентируются в том, что есть на территории собственного района. Наверное, нам в первую очередь необходимо здесь ориентироваться на туризм внутренний. Область для этого имеет действительно несколько таких кластерных формирований. Яко выраженных. Да, выраженных. И здесь есть что показать в первую очередь жителям самой Кировской области для того, чтобы обогатить свой кругозор, ну и несколько изменить представление о чувстве малой родины. Ну и, кроме того, Кировская область является территорией Российской Федерации, причем это часть России с интересной, с очень самобытной историей. Поэтому здесь туризм необходимо развивать для наших ближайших соседей, партнеров, но это совершенно не то же самое, что и туризм в теплых краях. Нельзя сопоставлять, да? Я думаю, это совершенно разные и с экономической точки зрения, и с точки зрения, так сказать, воспитания граждан, и с точки зрения организации, бизнеса, начинания. А, кстати, как вы оцениваете поведение наших соотечественников, которые, несмотря ни на все, пытаются все равно прорваться на курорты Египта, да? Есть уже такие предложения, там, длительные при Израиле, потом на автобусе, несмотря ни на все. И на что? Вы знаете, чаще всего это является проявлением недостаточно информирования. Ну и потом, может быть, это часть российского менталитета в целом. Авось? Да, да, авось. Ну и, да, конечно, там снаряды падают, люди гибнут, самолеты сбивают. Но это вот не к нам относится. Это вообще часть другого мира, часть другой истории. Вот у нас есть семейный бюджет и... И там есть строка, ну да. Да, там есть строка, и мы вот намерены ее воплотить таким образом в жизнь. Беспечность. Конечно, это беспечность. Если речь идет о молодых родителях, то это еще и без ответственности. Я предлагаю сейчас... Да, прерываться на небольшую рекламу, но тема туризма немножко мы еще затронем. После перерыва я напомню, что это особое мнение Валерия Юнглюда, ректора Агентского государственного гуманитарного университета. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Валерия Юнглюда, ректора Агентского государственного гуманитарного университета. Еще немножко про туризм хотелось бы поговорить, если позволите. Я имею в виду появление информационных указателей для туристов в нашем городе. По официальной информации всего у нас уже 29 указателей для туристов в областном центре. Последняя партия была установлена совсем недавно. В будущем, сообщают власти, планируется установить светящиеся стенды, на которых будут размещены карты города, полезные телефоны, а также экскурсионные маршруты и информация о самых интересных достопримечательностях. Вы, безусловно, видели эти информационные указатели. Как эту работу оцениваете? Это хорошая, правильная работа. Это европейский стандарт. Да, разумеется. Люди должны ориентироваться, причем как те, которые живут в городе Кирове, так и те, кто приезжает сюда. Это хорошее, правильное действие, которое приближает нас к уровню цивилизованных стран, с развитым туризмом. Теперь об общественной и гражданской жизни хотелось бы немного поговорить. Я имею в виду появление в нашей области портала обратной связи. Вот именно так называется этот сайт. Называется он «Вместе Киров». Суть в чем? Суть в том, что если размещенные на нем инициативы граждан, а размещать их может любой желающий, предварительно зарегистрировавшийся. Так вот, если эти инициативы наберут 5000 голосов, они будут рассмотрены правительством Кировской области. Но, как было пояснено недавно, в том числе бывшим секретарем палаты общественной Андреем Усенко, в том случае, если инициативы 1000 голосов, 2000 наберут, то есть необязательно достигать этой планки в 5000, они уже будут взяты на заметку. Вот как вам идея такая? Идея правильная. Это ведь обратная связь. Это как раз тот самый механизм, к созданию которого должно стремиться гражданское общество. Я также считаю цифру в 5000 голосов чрезмерной. Как и многие уже об этом говорили. Да, это очень много. И, смотрите, для того, чтобы собрать такое количество голосов, должна быть проблема, которая по-настоящему интересна всем. Да, и найти такую проблему, скажем, за пределами города Кирова, так, чтобы она смогла объединить 5000 человек, мне представляется весьма проблематично. Маленький Александрович, а что, в дороге? В любой точке Кировской области? Для этого не надо привлекать широкую общественность. Понимаете, ведь тема с дорогами, она существует не первый век. И, честно говоря, я не помню ни одного периода в российской истории, когда бы граждане, причем принадлежащие к самым различным социальным группам, сказали бы, что вот дороги у нас хорошие, с ними все в порядке. Здесь не нужна общественность. Это и так ясно. Вот тему с дорогами правительство Кировской области должно, ну, просто постоянно держать на контроле. И я думаю, что так оно и есть. Ну, сама идея поддерживает. Сама идея, но многовато. Вот одна из инициатив, которая на данный момент набрала наибольшее число голосов, это 18 голосов. Боже мой, какая цифра. Так вот, эта инициатива члена общественной палаты Кировской области Олега Ткачева «Прошу перестать поддерживать установку корпоративных скульптур на улицах города под видом арт-объектов». Ну, вы ознакомились, да, с этим текстом. Все чаще и больше появляется частных корпоративных инициатив, пишет Олег, поддерживаемых правительством региона по установке различных скульптурных композиций на улицах города. Ну, далее он говорит о том, что непонятно, как они прорабатываются, сообщается только в последний момент, что вот такой-то арт-объект появится без обсуждения. Тут мнения, честно говоря, по этому поводу разделились. Кто-то говорит о том, что ну, есть вот если у предприятия, у компании деньги, ну, пусть вот оно ставит за свой счет. Главное, чтобы не за бюджетный. Другие говорят, нет, все равно нужно широко обсуждать. Вот вы довольны? Каким положением делать? И я был бы более доволен, если бы вот этот вопрос был сформулирован более понятно. То есть, о каких именно арт-объектах речь идет? То есть, перечень, да? Да. Вам хотелось бы видеть? Ну, конечно, да, потому что есть объекты и объекты. Ну, вот Олег, простите, прерву, Олег, когда был в нашей студии, он говорит, что у него так накипало и нарастало, что называется, в процессе, а последней каплей стали вот те два объекта, появившиеся на пешеходной части Спаска. Это автомобиль, участник пробега, да, Париж-Пекин. И вот эта скульптура «Барышня и кавалер», вместо встречи, так называемые. Вот в чем я с автором вопрос согласен безусловно. Когда появляются на территории города такого рода объекты, либо это памятники, да, либо просто малая архитектура, лучше бы, если бы механизм их появления был более прозрачным. То есть, понятно, должно быть. В чем это прозрачный? Да, должно быть понятно. То есть, все-таки речь идет, как правило, об исторической части города Кирова. При каких условиях в этой части может что-то появляться? Если там, скажем, какая-то художественная экспертиза, кем она представлена, то есть здесь должна быть ясность и прозрачность. Что касается вопроса его более широкой формулировки. Вот посмотрите, город Киров за последнее время приобрел несколько иной вид, и те, ну, я не знаю, памятники, наверное, можно сказать, или малые формы, которые появляются, с моей точки зрения, они все-таки наш городской пейзаж несколько оживляют. Ну, вы видите, в парке имени Кирова то, что появилось, да, примерно? Поэтому необходимо сделать так, чтобы эстетическая сторона вопроса находилась под контролем. Необходимо сделать так, чтобы механизм утверждения был понятен и чтобы было понятно, кто именно принимает решение на этот счет. Что же касается данного процесса как такового, то, мне кажется, это движение в правильном направлении, потому что город приобретает черты в своеобразии, вот, и это просто должно быть. Ведь там в Питере есть чижик-пыжик, да, это та самая малая форма, она, наверное, не несет никаких качеств корпоративности. Если у нас рядом с театром кукол есть объекты малой формы, ну, я не знаю, какие здесь черты корпоративности можно в дымковской игрушке посмотреть, да, да, не знаю. То же самое там на Спасской, Барыне. В чем именно корпоративность? Возможно, каких-то элементов я не вижу, но то, что сам по себе процесс этот не вредит городу, я уверен. А можно спрошу, вам какую бы хотелось скульптуру видеть на улицах города? Малую архитектурную форму, вот кого следовало бы увековечить? Есть такая мысль в голове? У нас ведь много очень ходит идей по этому поводу. Почему мы там вот памятника Викта, лицо, там уже не поставить, есть такая идея. Вы как-нибудь задумались на этот счет? Вы знаете, мы несколько лет прорабатывали проект по увековечению образа студента. Студент? А, я слышал, что студент перед экзаменом, что-то в этом роде. Да, и как фигура малой формы где-то на территории университетского кампуса, она была бы вполне уместна. Мы до настоящего времени от этой затеи не отказались. На какой сейчас стадии? Ну, на стадии эскиза. Если говорить о городе, трудно сказать... Ну, все-таки... Чем вятка... Вообще в устной речи про славянность? Вятские, хватские. Возможно, вот те элементы, связанные с вятской свистуней, как-то можно отразить, да? Среди-полькверки. Да, да. Эти элементы. Это было бы уместно. Но для этого необходимо очень точно отбирать место. И, опять же, это вопрос выбора формы. Потому что то, что касается, скажем, православной символики, да, это как-то вот сейчас получает развитие. То, что касается... Трифон-Вятский. Да, Трифон-Вятский и так далее. То, что касается гражданской истории Вятки, это в меньшей степени выражено. Поэтому, скажем, появление барыни или той же самой дымковской игрушки, с моей точки зрения, можно приветствовать. Вот та эскизная работа на скульптуре студента, есть перспективы развития музыки? Ну, мы работаем над этим. Работаем. Да. Приходите в университет, я вам покажу и эскизы, и там даже есть какие-то первые объемные варианты. Хорошо, у нас остается 2-3 минуты. Я еще хочу узнать ваше мнение о новых мерах, появившихся в нашем регионе, мерах, связанных с алкоголем. В четверг было очередное заседание областного законсобрания, и, в частности, на этом заседании депутаты продлили с 17 до 22 часов продажу алкоголя в воскресенье и праздничные дни. А изначально еще предполагалось увеличить продажу спиртного с 10 утра до 8 утра, вернее, поднять планку к 8 утра. Вот такие меры. Многие их раскритиковали, в частности, общественная палата раскритиковала. Не надо. Пусть существует так, как и... Ну, вот, вы знаете, что касается продажи алкоголя, здесь я точно не эксперт. Но, коль скорый вопрос все-таки прозвучал. Вы знаете, есть федеральное законодательство на этот счет. Вот. С 8 до 23. Да, совершенно верно. И до тех пор, пока оно не нарушено, ну, в принципе, представители законодательного корпуса Кировской области естественно вправе проводить ту инициативу, которую считают необходимой. Что касается всего остального. Вот, вы знаете, в этом вопросе, наверное, острее, чем в любом другом, важно понимание, какую именно задачу область или правительство, или сообщество, да, сообщество в данном случае законодателей, собираются решить. Потому что перечень этих задач может быть обширен. Здоровье нации. Ну, в первую очередь, понизить количество летальных исходов отравления. Да, совершенно верно. Понизить количество летальных исходов. Или усилить трудовую дисциплину, что также важно, да. Или увеличить, наоборот, объемы продаж, тем самым расширить налогооблагаемую базу, что также, наверное, время от времени, даже чаще всего бывает вполне актуальным. Важно понимать, какая именно задача решается на данный момент. И, насколько я понимаю, губернатор Кировской области поддерживал режим сокращения по времени. И, понятно, в данном случае, в первую очередь присутствовала озабоченность здоровьем, присутствовала озабоченность тем, что медицинские показатели Кировской области, в том числе и связанные с потреблением алкоголя, является низким и, может быть, одним из самых низких на территории Приволжского федерального округа. И это совершенно обоснованная озабоченность. Но необходимо также понимать, что регулированием расписания продажи мы проблему не решим никогда. Это также большая комплексная проблема, которая должна включать в себя целый ряд действий. От работы правоохранителей до исключения некачественного продукта здесь, до проведения профилактических мер и масштабной воспитательной работы. Там, где всё это есть, то угроза от продажи алкоголя, ну, скажем, там, 8 часов и после 8 часов, наверное, минимизируется. Когда молодёжь идёт в спортзал, я не знаю, или в театр, а не в соответствующую точку, где продаётся или потребляется этот напиток. Наверное, так. Поэтому решение драматизировать, наверное, не нужно, но необходимо чёткое понимание того, какая задача сейчас решается в этом месте. Завершается наше время. Завершается время программы «Особое мнение». Я благодарю гостя студии, ректора Вятского государственного гуманитарного университета, Валерию Юнглюц. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.